Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 января и вот ровно 3 дня назад я вам показывала, как я сеяла вот эти перцы. Сейчас будем говорить о очень важной теме, это как сохранить молодые нежные всходы, потому что если заниматься ранними посевами, самый сложный период, это вот первый, когда они еще маленькие, когда они нежные, восприимчивые к болезни. Сейчас начнем все по порядку. Я закончила на том, что я вот посеяла, закрыла их пленочкой, я уточнила, что не поливала. И вот вчера я обнаружила, что первые всходы появились, вот какие-то только вот появляются, какие-то уже петельки вот сильно заметные. Что делать дальше? Дальше, конечно, я сразу же убираю пленку, потому что вижу, что вот здесь вот пробивается перец, вот всходы, хотя они равномерные, это зависит, конечно, от здоровья, от силы семени, потому что здесь у меня, видите, несколько сортов, разные-разные-разные, все сорта магазинные, я не уверена, насколько они взойдут, вот только колокольчик, а колокольчик мой, Рамира и Бекмама. Начинаем с того, что я как не поливала их, так и не поливала их после посева, сверху я говорила, что я никогда не поливаю, и сейчас они у меня так и не политы. Я сейчас покажу на этом лотке, но этот лоток не очень хороший пример, потому что здесь, я вам говорила, что проклюнулись не все, я вот половину высеяла в тот раз, а половину посеяла сегодня, поэтому они у меня неравномерные, и сняв пленку вот с этих, вот этой стороне я сделала плохо, потому что тут сейчас, наверное, придется маленькую такую пленочку настилать, тут не нужно, чтобы грунт подсыхал, а тут уже нужно, чтобы они проветривались, но будем считать, что они все посеяны у меня в одно время, и все вот начинают выходить наружу. И тут какая самое главное при выращивании наших перцев у начинающих огородников, но и не только начинающих, и мы опытные тоже стараемся, боимся, вдруг они у нас засохнут бедные, хочется полить, некоторые даже пытаются их подкормить, видят на раннем, ну как в молодом возрасте, видят, что они маленькие, слабенькие, ни в коем случае нельзя, все это идет им во вред, вот смотрите, грунт кажется, что совсем сухой, но если, я всегда пальцем проверяю, если вот так пальцем посмотреть на ощупь, видите, что он не совсем сухой, он полувлажный, в таком состоянии поливать посевы ни в коем случае нельзя, самое главное, бойтесь переувлажнения, чего у нас боится рассада перца, боится переувлажнения, боится переохлаждения, чтобы не было сильно холодно, тогда могут быть, могут корни, и боится больших доз удобрения, ничего этого делать с рассадой перца, ну короче, лучше не делать, я не могу сказать, что не делайте совсем, это, конечно, каждый хозяин себе, но поливать нужно с осторожностью, вот на первых этапах я никогда не лью излейки вот так поверху, если уж вы видите, что у вас грунт подсох, пожалуйста, сделайте увлажнение вот таким способом, вот, прям чуть-чуть, только верхний слой, чтобы внизу в корневой системе, ну там вот в корневой системе перца не было вот такой вот у нас, как такого влажного настолько грунта, то, что на поверхности вот так мокро, это не страшно, дома все равно тепло, земля немножко подсохнет, и она будет в меру влажная, в меру сухая, очень вас прошу, обратите на это внимание, на режим полива, что вот когда перцы вот такие-такие молодые, только-только появляются, вы можете сами загубить свою рассаду, полив и чрезмерно увлажнив грунт, у многих, знаете, по отзывам, по комментариям, начинается моментально черная ножка, и, казалось бы, они взойдут такие густые, такие дружные, раз, и падают, вытаскивают, там черная перемычка, и она как ножка срубает. Так, еще, вот из-за того, что у меня половина всходит, а половина только посеялась сегодня, я не могу поставить в более прохладное место, но специалисты всегда рекомендуют, если у вас дома очень тепло, и вот такая равномерная температура, и днем, и ночью тепло, это обычно в благоустроенных квартирах, как только вот эти петли вылезут, петельки растений, нужно поставить в более холодное место, ну, рекомендуют 16-18 градусов, для того, чтобы вот эта маленькая рассада, она не вытянулась и не ослабла, вот очень тепло, и если мало, особенно света, она вытягивается, тонкая такая, слабая, и она будет менее здоровая, ставят на неделю, в это время развивается хорошо корневая система, а верхушка растения, она не растет, потому что холодно, потом снова заносят вглубь помещения, где 25-26 градусов, и еще напомню, поливать только теплой водой 25-27-28, чтобы она была вот прям теплая на ощупь, не горячая, не холодная, а именно теплая, вот я сейчас растворила фитоспорин, некоторые пользуются слабым раствором марганцовочки, потому что ранние посевы, им очень долго находиться в лотке, и мы должны как-то немного вот эту всевозможную, которая может возникнуть, вот эти грибные заболевания, мы должны как их притушать, тушить вот эти вот все очки заболеваний, вдруг там что-то у нас осталось в грунте, и все. Ничего сложного в этом нет, хотя перец у нас теплолюбивый, хотя он у нас считается немножко неженкой по сравнению с томатами, и выращивать его нам нужно дольше, потому что у него 125-150 дней вегетационный период, но если вы освоите самые главные вот эти правила основные, что не переливать, не нужно поливать, не нужно его, а ему нужен свет обязательно, если рано сеять, и нужна подсветка, без подсветки он может вытянуться, хотя многие пишут, мы без подсветки выращиваем, но вот у нас не хватает нам света, свет лампы у меня 12 часов с 8 утра до 8 вечера, вырастает всегда рассада здоровая, сильная, черная ножка нас не посещает, вот видите, уже первые исходы, но как всегда это, опять же, этот колокольчик, вот которые мои семена, семена магазинные еще у меня не взошли, но все хорошо, хотя бы понемногу начали вылазить вот эти петельки, дальше буду вам все показывать, все вот эти малейшие мелочи, которые кажутся некоторым, ну вот несерьезные, одно и то же сто раз говорить, но ведь от этого зависит наш конечный результат, от того, как начнет свою жизнь рассада, в каких условиях, какие создадим мы ей условия, это будет у нас качество рассады, качество рассады, это у нас будет богатый или нет урожай, и вообще как мы закончим сезон, или полный у нас будут закрома, или будем с пустым ведром ходить по участку и искать, где что найти, все, до свидания.